Всем привет, я Серёга. Вы когда-нибудь задумались, насколько много людей ушло из Warface? Ведь всегда у нас есть заявленные данные о том, что аккаунтов в Warface зарегистрировано ну нереально много, но почему-то онлайн говорит немного о другом. Что почему-то многие ушли. Что, почему, из-за чего это было сделано, ну, наверное, всё же понятно. Ну вот я задался вопросом, интересно, что же можно сделать такого, чтобы всё же эти игроки вернулись в эту игру? Потому что я уверен, многие полюбили эту игру. Но они просто не могут играть в неё. В таком варианте, какой она есть сейчас. Если поставить вопрос именно с такой стороны, что бы я сделал, если я был бы админом, чтобы вернуть игроков? Понятное дело, я не буду приводить такие примеры, что я бы сделал всё за варбаксы. Давайте будем более-менее мыслить логично, что не из волшебного, а из реалистичного, в принципе, смогут сделать админы, чтобы вернуть игроков в эту игру. Ведь всё же игре 8 лет, и на самом деле я верю, что в этой игре уже побывало, ну, нереальное количество человек. Кто-то сделал какие-то выводы, кому-то она просто наскучила, кому-то надоела, кому-то вовсе не понравилось. Но я уверен, есть огромное количество людей, которые именно полюбили эту игру. И всё же готовы вернуться в неё, но, к сожалению, со всеми силами не могут. Ведь представьте такую дефолтную ситуацию, ну, человек из каких-то личных побуждений не играл в игру целый год. Допустим, его забрали в армию, ну, или просто был сильно занят. У него был довольно неплохой аккаунт, прокачан, у него открыто было всё крутое снаряжение, у него был Макмилан, ТЭП-97, ТАВ-Арктары, вроде бы он сок, и он слил довольно много-таки денег. И вот он заходит в игру и немножко просто охреневает от всего происходящего. Я не знаю, пользуются ли админами такой маленькой лазейкой для того, чтобы, допустим, человека, который давно не играл в War of Fate, кидать не на сразу нормальный ветеран, а какие-то такие нубоветераны. Вы же, наверное, понимаете то, что первое впечатление об игре, это самое важное. Если человек спустя год зайдёт в игру, возьмёт свой любименький тайп... Да даже пусть ту же самую берету, которая, ну, примерно год назад была самой имбовой, то что он с неё сделает? Зайдя на нашу обычную миссрубку Пригородс, где у нас играют CGMPX, чапы, киллтеки и так далее. Конечно, после того, как его хорошенько там чпокнут, он сразу же выйдет из этой игры и всё же пойдёт в другую. И все хотят получать от игры какое-то удовольствие. А не чтобы он зашёл и просто охренел, почему у него вроде бы даже урон с этого оружия просто не идёт. А на самом деле он, наверное, не будет понимать то, что подобавляли миллиард снаряжений, ну, с твоей пухи, в которые просто легать не будет. Ведь возьмите тот же мой аккаунт, куда я отзнатил 300 тысяч кредитов. Там есть довольно-таки даже старый донат, который уже, ну, точно не имбал. По типу Калики, по типу Айкса 308-го. Я не пробовал запускаться на Пригород, но если меня всё же с первой же катки с Мейта статой, у меня там много побед, у меня большая стата, но это всё же стата немножко другого года. И, понятное дело, с этими пушками такую статуи ты себе точно уже не сделаешь. И придётся выбивать что-то новенькое. Если вы согласны с мнением в это видео, а также я просто прошу поддержать вас по максимуму лайками это видео, рассказать друзьям, чтобы они тоже зашли, посмотрели и поставили лайк. Также не забудьте зайти в комментарии и написать ваше личное мнение. Друзья, для новичков варфейсов можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магма и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждёт много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Это одно мало из того, что администрация могла спокойно сделать для новичков, чтобы у них хоть на несколько дней появилось такое ощущение, что всё же эта игра охрененная. О боже. Что хоть ты долго в эту игру не играл, но всё равно у тебя старые твои пушки остались, всё равно там какие-то челы бегают с какими-то новыми крутыми пушками, но ты их убиваешь, потому что это какие-то нубоветераны. И пока ты там разыгрываешься, понимаешь, что к чему, в принципе, там спокойно себе можешь купить DLC и также получать эти новые крутые пушки и уже играть более на повышенных ветеранах. Но почему-то мне кажется, что человек, когда именно долго не играл, он таки заходит в быструю игру, его сразу кидает куда надо, он понимает, что к чему и сразу левает. Ну ладно, давайте, допустим, представим, что человек после этого не левнул. Что же дальше он хочет увидеть в этой игре, чтобы в ней остаться? Это уже не 2012 год, не 2013 год, когда просто нужно добавлять обновления, новые пухи, и люди просто будут играть в эту игру. Уже есть нереально огромное количество конкурентов. Вообще не знаю о чём-то. Если у человека вообще мощный комп, у него открывается огромнейшая возможность, чтобы поиграть в другие игры. Да и даже для слабых ПК уже игр выпустили достаточно. И чтобы создать хорошую конкуренцию, уже, к сожалению, этого будет недостаточно. Нужно именно сподвигнуть игрока играть в эту игру. Приведу пример, есть сезон рейтинговых матчей, они вроде бы как задумка прикольная. Ну просто что за дебильные награды по 25 карточек дают за РМ? Первую лигу ты берёшь, тебе дают также 25 карточек, как ты бы апнул ту же самую 17-ю лигу. Какой тогда вообще смысл человеку играть этот РМ и апать себе лиги? Я ещё давно сказал то, что было замечательно, когда они в какой-то сезон сделали так, что за каждую лигу тебе давали коробку удачи. Ну в этой игре, ну настолько дохрена сраного доната, ну который уже просто неликвидный. Вообще по-хорошему этот донат тоже апнуть, чтобы люди, которые давно в Warface не заходили, ну их апнули, их пушки старые, которые они считают, что их пофиксили, и с ними тоже можно было более-менее нормально играть. Но это просто минимальное, что можно выдавать за РМ, те же самые коробки с тайпами, с ктарами. Не понимаю, нахрена они администрации вообще нужны, и почему хотя бы по одной коробке за лигу нельзя выдавать с какими-то старыми пушками с коробок удачи. А уже за первую лиги всё же довольно трудновато туда дойти, и люди, которые будут тратить настолько дохрена личного времени, и всё же, чтобы туда дойти, всё равно нужен хоть какой-то донат, и люди эти всё равно донатят в эту игру. Почему он не может получить за свои старания какую-нибудь коробочку с АК-12 или же другим топовым донатом? Это всё равно будет коробка удачи, это шанс что-то выбить. Ну а сколько появится больше интерес играть этот самый РМ? Они хорошо сделали, с одной стороны, что батл пасс, ну, с одной стороны, можно выполнять и бесплатно. Копить очки, какие-то кейсы бесплатно открывать. Но если потом заходишь под конец, купишь со скидкой вообще за минимальную цену, и все свои жетоны потратишь. Но всё же нужна какая-то халява и в самой игре. За какие-то конкретные режимы, чтобы ты получал какие-то конкретные награды. Звания, варбаксы, это уже нахрен никому не нужны. Варбаксы, максимум, можно потратить на, ну, допустим, те же самые коробки с тайпом. Окончнуть себе звание, открыть поставщиков, это уже всё для новичков. А кто поиграл в эту игру уже больше года, я уверен, их звание в этой игре это последнее, что их интересует. Сетевой код. Конечно, каждый человек, который давно не играл в эту игру, хочет зайти и чтобы в этой игре шёл урон. Я, конечно, буду реалистичным и скажу то, что вряд ли когда-то они, в принципе, настроят так, чтобы всегда всё проходило идеально. Но когда у человека все идеальные условия, идеальный компьютер, интернет и пинг, и у него проходит всё не идеально, тут уже какие-то администрации, конкретные вопросы к вам. Что это за хуйня там? И если всё же когда-нибудь они смогут сделать так, чтобы хотя бы у людей, у которых не больше 30 миллисекунд был пинг, и у них урон проходил так, как он должен проходить, спокойно можно брать и рассылать им сообщение. Всё, в Warface, ребята, можем возвращаться. Вы ещё представьте, вот так вот урон идёт, это самых топовых пушек Warface. Вот представьте, люди заходят со своим старым донатом, тайпом, со старым снаряжением, которое спокойно выносит всякий новый донат. Они просто вылетают от человека, его скашивают за секунду, он вообще не понимает, что произошло. Вроде бы он стрелял, но почему-то не убил. И понятное дело, даже если урон у него, по идее, прошёл, он всё равно скажет, что он у него не прошёл, потому что он в душе никогда не поймёт, почему по этому снаряжению не регает урон с его оружия. Хотя всё просто, его оружие это старый говяный донат, его снаряжение варбаксовое говно, у противника СигМПХ и самое топовое снаряжение, которое хрен пробьёшь даже с нового доната. Он с него со старого стреляет. Так что я считаю, в игре должны быть обязательно всякие поощрения для игроков. Вообще, любые придумать, где человек мог получать себе какую-то халяву. Чтобы если даже человек пришёл, который раньше когда-то донатил, но у него нет нового доната, чтобы он всё равно каким-то образом мог получить этот новый донат. Просто на время. Поиграв в ту же самую РМ-ку, помучиться пару лик со своим старым донатом, но потом, получив награду, какую-нибудь крутую пушку себе на 5 дней. Я считаю то, что важная система в игре это кланы. Именно кланы должны в скором времени обновить. Но как их обновят, опять же, никому неизвестно. И хочется, чтобы они сделали максимально обновление кланов. Сделали всякие задания клановые, новые фармовые очки, новую гонку серов с кучами нашивок, наград и так далее. Куча всяких второстепенных ролей в клане, настолько дохрена функционала я жду, что за 8 лет ни разу не обновлялась кланов система. Я жду именно от этой обновления кланов, чтобы она была колоссальной. Вновь, чтобы появилось желание играть в эту игру ради клана. Ведь бегать одни РМки, фармить очки и в итоге получать где-то 5000 корон за месяц, на самом деле уже надоело. Барахтаса в топе, где люди играют нечестно и просто фармят себе эти самые очки на песке, тоже неинтересно. А если правда это обновление будет шикарно, в том плане, что они добавят кучу клановых заданий, задания, которые можно будет выполнять кланами, роли, награды и так далее. Поверьте, даже это действие вернет многих игроков в игру, потому что многие сидят в игре конкретно из-за каких-то людей. Игра им, допустим, уже посредственно нравится, но им нравится проводить время со своими друзьями. И клан это тот самый функционал, в котором они проводят время со своими друзьями по кайфу. Но, к сожалению, сейчас до чего это докатилось клановая система, нет. Я считаю, обязательно нужно добавлять больше всякого контента. В последнее время контентом администрация считает добавить просто новую пуху и все. Я считаю, добавление нового контента это постоянные всякие мини-игры по типу Вулкана 2D, по типу оперативников. Кстати, да, неплохо было бы вернуть оперативников, за которые люди платили свои бабки. Сейчас у нас что? Всякие акции просто воют новую пуху. Что было раньше? Постоянные какие-то карты, какие-то пушки за варбаксы, какие-то новые ПВЕшки постоянно добавляют. А сейчас их просто хотят вообще в принципе удалить. Когда за игрой постоянно можно следить и у нее происходит какой-то движ, это всегда интересно. Но когда год подряд ничего, кроме новых пушек, за донат не добавляют, это уже скучно. И от силы, когда раз в полгода могут переделать какую-то старую карту под режим 2.0, тоже не очень. Также администрация вернет большое количество игроков, которые по какой-то глупости, непонятной причине хотели продать свой аккаунт. Если бы была подобная амнистия, она тоже вернула пару десятков тысяч человек в игру. Ведь действительно многих людей могли просто взломать, и из-за этого они получили блокировку в самой игре. Некоторые создают себе новый аккаунт и играют, а некоторые все же забивают насовсем. Это, наверное, мало из того, что можно сделать для того, чтобы вернуть старых игроков Warface. Но я снимаю это видео только из-за того, что, к сожалению, администрация даже этого почему-то не делает. Не знаю, либо не понимают или что, но надеюсь, вы поддержите это видео максимально лайками, и хотя бы хоть что-то из этого будет реализовано. Это такой геморр, это сложно. Также довольно странно то, что администрация давно не заказывала рекламу на каких-то очень популярных платформах. По типу просто заказать ее на телеке. Допустим, когда админы заказывают рекламу просто у стримеров, и они всем своим видом показывают то, что им эта игра неинтересна, они стримят ее за бабки, и весь чат пишет о том, что ты стримишь ее за бабки, я не думаю, что это дает максимальный прирост этой игре. А хороший прирост именно новичков, конечно, дала бы качественная реклама, которая, допустим, вышла бы на телеке. Новички в игре это, конечно, хорошо, но, смотря на столько людей, сколько зарегистрировано в этой игре, действительно хочется задаться вопросом, а почему все старички не могут просто взять и вернуться в эту игру. Не забудьте поддержать это видео своим царским лайком, оформить подписку на канал и написать ваше мнение в комментариях. С вами был Серега, я благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся, всем удачи, всем пока.